доброе утро приветствую вас на канале светлана жизнь на севере локация город сургут ребятушки хотела вам показать вот такие пятна сейчас мне полегче не так много но и то есть пятна все уж показывать не буду все конечно это полный трэш не вообще в принципе антигистамины препараты помогают к вечеру дня нет никаких пятен от каких-нибудь у таких например красных но утро это полный трэш просыпаешься и как знаете фильме ужасов становишься каким-то чудовищем что ли видишь эти пятна причем они могут совершенно в разных местах быть вот так выглядит крапивница решила показать все-таки у меня полезные видео может быть кому-то будет полезно кто увидит все-таки пятна может предположить что это капельница аллергическое заболевание покажу мне вообще жесткая диета сейчас покажу что можно есть что нельзя и наверное сегодня решусь я мне дерматолог прописывал уколы капельницы такие знаете после дексаметазона мне было так нехорошо но это другие я боялась за переносимость но я уже две недели си прям вот сидела на жесткой диете вообще с момента болезни по моему три недели уже идет но я наверно уже решусь на эти уколы потому что я не вижу чтоб не как-то становилось лучше плюс я две недели пропила полисорб но антигистамины я пью каждый день вот ну и жесткая диета это основное лечение сейчас кто хочет чтобы мне видеть каждый день наверно буду вести в таком формате как меня сегодня молодой человек поддержал сказал светлана не обязательно же каждый день веселое там видео с позитивом что снимайте как есть это же жизнь ну наверное так что-то он меня вдохновил ну как-то так вообще у меня уже знаете такие мысли были я уже хотела назвать видео там знаете из глаз и порчи и так далее потому что настолько необъяснимо то что сейчас происходит со мной дело в том что ничего совершенно не предвещало то есть я ничего нового не ела ни в каких кафе не было никакую новую еду не ела не никакие новые таблетки не пила вот вот именно перед старым новым годом чтобы такое произошло то есть ничем не не там бывает до какой-нибудь сильнейшее отравление такое вот происходит причем чем больше я лечусь тем что-то мне лучше не становится то есть вот так вот не знаю это вообще вот необъяснимо необъяснимый факт просто причем я уже говорила не раз своих влогах я не аллергичный человек то есть у меня нет такого как у людей бывает знаете там аллергия там на какие-то продукты еще что-то у меня никогда не было вообще никогда я никогда не боялась там что-то новое покушать но я вот говорю ничего нового я не ела из продуктов не фрукты не овощи и так далее вот самое наверное беспонтовый вообще по аллергии хотела сказать мне нельзя нельзя кофе мой любимый от него я конечно отвыкала очень жестко ну как я помню тогда сходила 19 января обратилась дерматологу она сказала жесткая диета для меня это был полный шок но чтобы не покрываться вот этими пятнами вторую я конечно же стала соблюдать то есть это было жестко у меня была такая ломка потому что кто вот зависимый там от кофе да там от черного чая это вообще треш то есть в один прекрасный момент нельзя это пить окей потом нельзя никакие соки нельзя ягоды нельзя фрукты овощи можно только зеленым цветом например огурцы например так что там листья салата вроде допускаются капуста зеленая белокочана но она знаете так обычно тяжелой пищи я ее не ем все капуста я не знаю кто может нормально есть перевод чтобы не было каких-нибудь проблем я не знаю там ну прямо говорю да с кишечником из значит фруктов можно зеленое яблоко либо желтую кожуру желательно запеченном виде груша и все вот из еды значит получается овощи полностью отметаются то есть это мои любимые овощи я их люблю в любом виде в свежем в ну в таком вот в запеченном виде и так далее остаются каши ну каши вроде как можно не все можно ладно покажу листовку а то я уже рассказывал же аж самой жутко цветы диеты вот очень удобную листовку тогда мне дала врач потому что в интернете ну хотя не в интернете именно касаемо вот аллергии предположила она что это пищевая аллергия так исключить из рациона давайте здесь наглядно в общем рекомендуется можно овсяные рисовые гречневые каши кисломолочные продукты без добавок то есть без сахара нежирное мясо говядина свинина кролик индейка конина но можно вот все таки курицу тоже можно я вот искала нашла из овощей можно только картошка как кабачки любые виды капусты и все но возможно здесь вот допускается например сельдерей это то что я выискала вести салата но пока я это не ем из фруктов зеленой яблоки и груши то есть практически ничего и пить можно только зеленый чай вот я спросила тогда врача говорил что пить ну вода и зеленый чай компот тоже как бы он допускается но не в первые там две-три недели когда все жестко исключаются то есть нельзя нельзя супчики суп ну кстати я даже не знаю с чего здесь варить суп вроде как овощную можно но какой не знаю нельзя бульон и копчености но для меня это как бы не сильно жестко потому что я в принципе не употребляю колбасу сосиски там но редко очень нельзя рыба нельзя я яйца майонез кетчуп горчица тугоплавки жиры нельзя нельзя любимые мои томаты болгарский перец редь ну это ладно вот томаты перец я очень сильно люблю нельзя фрукты ягоды красно-оранжевые окраски цитрусов земляника клубника малина абрикос персики гранаты в общем ничего нельзя и видите кофе какао причем кофе нельзя не от того что он аллерген а от того что он способствует выработке гистамина как бы может усилить аллергию то есть сам он по себе не аллергичный продукт мед шоколад карамель в общем сладко вообще и плюс вот здесь вот нельзя сахар я чуть-чуть добавляю конечно были дни что я вообще сахар не добавляла но это жестко вообще получается сахар это зло вообще все сладости так далее я хочу сказать вот у нас же культ этого сахара самого детства получается то есть чай там с сахаром кофе с сахаром всякие конфетки шоколадки печеньки и так далее это конечно очень жестко от этого отказываться но я помню тогда первые дни еще могла соблюдать потом не стала добавлять сахара заменитель потом решила вместо сахара заменить или все-таки чуть-чуть там сахара добавлять но не знаю может быть его тоже нельзя было вообще прям полностью убрать и все но это очень жестко представьте вот попробую прожить один день вообще ничего сладкого то есть и единственная сладость которую можно и съесть это наверное запеченное яблоко это очень жестко получается сахар вообще в принципе зло то есть который может способствовать аллергиям я никогда конечно в этом ключе не видела и сейчас когда захожу магазин я вообще в шоке там столько стеллажей одни какие-то печенье какие-то конфеты шоколадки одни сласть одним словом так что вот такая вот диета при крапивнице может быть кому-то пригодится эта информация но кстати наверное так видео и на заводе это при крапивнице собираюсь хотел показать так для капельницы взяла вот это натрия хлорид у меня какая-то упаковка завалялась несколько лет валялась 200 миллилитров видимо когда-то делали лишнее осталось почему-то или в общем не знаю и сейчас зайду по пути магазин еще листики направлении надо взять и так еще и еще нас похолодало сегодня специально раскрываю чуть чтобы было светлее в комнате такой вот красавец тут цветет и заводим машину автозапуск старый line сегодня такое убранство красивая кажется сегодня рано утром был сильнейший туман что много рейсов вообще было отменено из аэропорта города сургут и самолеты которые летели в город сургут рано утром должны были приземлиться их отправили в ближайший аэропорт города нижний вартовск вот такая вот сегодня непогодится такое бывает что вы летите сургута можете оказаться нижний вартовск это много знаете смешных историй некоторые люди спросу не утром даже не поняли что находится в городе нижний вартовск то вообще читала сегодня комментарии к этому посту на новостях города сургут просто хохма вот так вот вот что значит надо внимательно слушать информацию которую говорят на борту самолета а также в аэропорту и вообще внимательными быть даже если посмотреть да вот мы же знаем как выглядит здание города о аэропорт города сургут даже просто визуально посмотреть что-то не то вида вот такие вот бывают смешные истории так жду когда заведется машина сейчас заеду в аптеку куплю лекарства и потом надо будет систему купить для внутривенного ведения почему-то надо с собой все все покупать все свое с собой все еду сейчас в аптеку и потом не часть все по пути сейчас зашла в эту сбережную аптеку деревья то какие сегодня красивые в белом убранске убила для внутривенного вливания системы препарат еще который требуется с пока не буду его говорить ребятушки потом скажу переживаю за переносимость переживу я его или нет посмотрим все еду так ну все после капель не капельницу я вроде пережила сегодня нормально но немножко конечно был какой-то соленоватый вкус во рту и немножко испытывают дискомфорт в животе сейчас к вечеру час 6 часов вечера какой-то дискомфорт я связываю все-таки это с капельницы всем привет ребятушки приветствую вас на канале светлана жизнь на севере локация город сургут хантамансийский автономный округ сегодня у нас уже 9 февраля 2023 год озвучиваю дату потому что меня просили ранее кстати у меня сегодня на яндекс дзен видео в логовой формат поэтому кому интересно посмотреть мое видео переходите по ссылочке я ее оставлю в сообщении в комментарии а также в описании к этому видео всех жду там поддержите меня подписка на яндекс дзен это очень важно а сегодня находимся с вами в старом сургуте смотрите какое деревянное зодчество все красота это церковь храм я уже его показывала кто еще не видел покажу еще раз сейчас со всех сторон обойдем с красивейшее место под названием старый сургут действительно тут ощущения такие как в старом сургуте ну вообще это музейный комплекс находится по улице энергетиков сегодня у нас метель вообще метет прям очень очень сильно со вчера даже со вчерашней ночи как зарядил снег так и продолжается идти продолжает идти вообще у нас конечно снежная зимняя сказка на практически круглый год с вами пройдемся снег такой знаете хрустит под ногами и девственный я бы сказала так одеваю перчатку потому что я не одела на вторую руку поэтому извините дело на улице было минус 15 градусов скажу как называется храм во имя всех святых земли сибирской просиявших так вот он выглядит вот все такое из дерева красиво очень очень красиво это выглядит колокола наверху города партнеры написано города партнеры а пообратимы да наверху не замедлительно сообщить об этом администрации магазина или сотрудникам полиции один огурец стоит 120 рублей так 600 грамм стоит 260 рублей если помните я по моему покупала по 170 рублей вот пачка была и килограмм огурцов стал стоить я не знаю что случилось с огурцами это все треш 269 рублей а точно не туда смотри точно подсказывает огурцы стали 20 208 рублей вообще с огурцами что случилось я уже вот хожу и в интернете не гуглила что-то странно короче видимо их уже не надо зимой есть в общем вот такие дела в общем ваша версия ребят что случилось с огурцами причем они стали дороже практически чем красный перец красный перец видите стоит 269 это было как бы очень очень дорого на фоне всех фруктах овощей напишите вашу версию что вы думаете на этот счет особенно про губцы я не знаю сегодня ребятушки вынуждена иду от парка от парковой зоны до дома потому что у нас чистят чистят двор и во двор не заехать еле еле выехала потому что не надо было надо было ехать на лечение ну нас конечно я думала бы этой зимой вообще не будет заваливать снегом но заваливает вообще просто трэш хотела показать смотрите это здание там уже крышу не видно половина крыши завалена просто снегом такая смехота на этих лампочках иду и понимаю что там не снег уже как-то как-то надоел так надо осторожно идти так если во дворе что-то интересное будет то покажу эти сегодня все машины переставили самое интересное почему вот эта территория не считается придомовой хотя она очень относится к думаю считая не к парку и всегда расчищается там все абы-кабы непонятно что тут еще он вижу сломанная машина устроили гараж там газелька тоже какая-то старая все конечно сейчас чем ближе дело к весне но весна у нас еще не скоро удовольствие не очень так о фонари уже включили хотя время то еще рано кто соскучился по снежной зимней сказке она у нас есть она у нас есть зимняя сказочка такая здесь вот этот сквер он расчищается потому что я так поняла у кого-то на контроле реально то есть там по звонку можно сказать расчищается видимо кто-то здесь очень любит прогуливаться по ровной расчищенной поверхности ну я рада что у нас такой человек есть нам хорошо я же тоже люблю прогуливаться ой ну сегодня метет особо не загуляешься вот снег как зарядил так и идет долго снимать не буду все спешу домой что-то так уже хочется чаю попить ребятушки помните вам рассказывал про сериал очень интересно вот так он называется сейчас нахожусь читаю город и внимание привлекли привлекла меня картинка потому что помню актеров так сплетница сейчас 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 посмотрю как сейчас все подошли на комморе смотри какие бакланы Субтитры сделал DimaTorzok